Почти закончила свою утреннюю не пробежку, а ходьбу. А сейчас мне хотелось бы немного поделиться с вами, друзья, о моих размышлениях сегодня. Сегодня утром я размышляю над словом в Верхом Далете Исайя, 60 стих. Первый и второй, глава по 60, по-моему, первый и второй стих, там говорится. Встань, сияй, встань, встань сегодня, сияй, пришло время, и мы сходим пред тобой, встань. Это удивительно, когда Бог говорит, сегодня твое время, сегодня твое время. Сегодня время пришло. Встань, не позволяй своим страхам, не позволяй самой себе опустить doubt, не верить в себя, не верить. Вот такие огроменные собаки бегают. Хочу показать. Вот они смотрят, слушают. Хочу вам сказать, что это так Слово Бога, Слово Божье, оно освобождает. Оно дает надежду, дает покой, баланс, да, баланс. И Он говорит, Бог говорит, кто ты? Ты, Он говорит истинную, правду. Кто, кто мы в нем? Он говорит, кто ты? Он говорит, не бойся, ибо я с тобой поддержу тебя, подкреплю тебя. Именно тех, которым за 50, тех, которые, ну вот мы в таком возрасте, может быть, думаем, а кто нас будет слушать? Ну это для молодых. Это для молодых. Я не смогу, я не знаю. То есть, смотрите, мы сами себе ставим, да, уже, мы себе делаем, как бы ограничиваем себя, планку себе, да, вот, ну, как бирку на себя одеваем, ярлык. А, я не могу. А, я не смогу, я такая. Я такая. Нет, да, я не могу. Повери, я могу. Потому что, если Бог за меня, то кто может быть против меня? Например, если Он за меня, то кто может быть против меня? Поэтому, друзья мои, не сдавайтесь легко, не сдавайтесь легко, не отдавайте свою мечту так просто, так легко. Если кто-то пришел, проекция, кто-то, я имею в виду проекции, какая-то проекция пришла, враг пришел и говорит, а, ты вот это, ты то. И мы начинаем думать, а, да, и точно, ой, и правда, это же так же. И мы начинаем это кушать, этот мусор. Мы начинаем питать свой дух, свою душу. Мы начинаем питать мусором. Мы начинаем кушать этот мусор, жевать его, прожевывать прям так. Прямо боимся отпускать его, прям как вцепились и прям наслаждаемся, смачно прям жуем этот мусор и этот негативизм, эту неправду о себе. И потом, когда мы видим, что да, ой, да, 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 это так, это так. И, к сожалению, часто так происходит. Мы на себя это принимаем. Потом, когда мы взрослеем. Вспомните, когда вот дети, вот дети, они же такие беззаботные, прыгают, бегают, верят, смеются. Если они радуются, то они так радуются от души. Если они через что-то проходят, плачут, они приходят, там так громко, да, горько плачут, как будто по ним. И так все это, ну, правдиво и истинно. К сожалению, вот мы, взрослые, теряем это. Мы начинаем одевать маски, мы начинаем притворяться. Начинаем играть какую-то игру взрослую перед друг другом. У кого больше этого, у кого больше того. Друзья мои, перестаньте играть в игру. Живите сегодня жизнь. Просто живите. Вот подумайте, сколько вам осталось. Хорошо. На примере, в моем примере, мне 51. Средний, знаете, средний минимум человек живет. Ну, давайте, 85. Ну, а если по статистике посмотреть, потому что, ну, как бы все, что происходит в этом мире, среднее прожиточное минимум человека, это 58-59 лет. Представляете? И не откладывайте жизнь на потом. Не надо. Не откладывайте жизнь на потом. Вы не для этого созданы. Откладывайте жизнь на потом. Не откладывайте.